последний дубль всем привет с вами я хитрук елена и наш хитручкин двор украина первомайск конец августа мы ловим променцы сонечка жарко прекрасно но я не ощущаю всю жару вот именно в 18 году не ощущаю всю жару на собе чувствую себя прекрасно если вас интересует почему так почему я работаю як моторчик можно отснять следующее видео по вашим просьбам по вашим комментариям и дать вам дельный совет но сегодня у нас будет тема про перепелов даже не совет я не люблю советовать дам вам информацию сегодня у нас педа тема про перепелов як вот двица у медали две стороны так самую в перепелов есть две стороны ну а чём мы отталкиваемся качественное яйцо продукт мясо у нас диетическим це все в плюсах выращиваем малышат перепелят це все в плюсах дивимся на нашу прекрасную птичку це тоже все в плюсах но я вам покажу и минус но стего минуса можно сделать плюс оставайтесь у мене на канале дивиться моё видео буквально две секунды и я вам все расскажу да жарко и даже очень и наши перепелочки вот так жарко вам да мои красавицы ох я к вам жарко но шо сделаешь им моим перепелам и зимой и летом жарко вот наводю я вам на сетку и мы бачим там поддон поддон они уже остались части но не не осталось это то что то что тики шо испорожнилася птичка и я вам покажу вот видно вот буду даже интересно вам слева депенка да вот під пальчиком у перепелочки це у нас испорожняются мальчики вот депенка цей спорожняются мальчики если у вас тоже перепел породы альбинос техаский то есть может быть даже одноцветно там английско черно английско бела за одноцветно птиця и вы трудно цена до каждую птицу перебирать есть там мальчики нема или немата мальчика если цветный перепел например 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 эстонец фараон манджурец феникс у них там по цвету оттенку видно там есть у курочки одна оперение у мальчика вообще там золотинкой так покрыта смотря как порода но мы не темнее там видно но если у вас одноцветная порода чтобы вам всех не передивляться вы утречком чистите поддоны и 9 9 если есть такая пенка знаешь у вас там в батарее находится мальчик и 1 2 по количеству не количество может испорожняться несколько раз просто чем больше знаешь там больше мальчик если мало испорожнений знаешь мало там у вас находится мальчики сегодня да сегодня буду рассказывать вам як вы и угадали лена буде рассказывать о помете что можно сделать с этим пометом и шо значить помет жарко вам мои красавицы да вы бачите щас на видео перепел породы альбиносты хаски ки живо хит ручки нам двори и смачно кушая но конечно и конечно им жарко як вы чуете работы и вытяжка вентиляция но пошли 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 показывать и рассказывать миша так друзья мы бачим бачим то что было у нас поддонах не у нас а было у перепелов в поддонах был вот такие помет ну может чуть-чуть искажение потому что света тень солнце так далее и тому подобное наскільки можно я вот так ближе и покажу а ближе может так и ничего не побачите но если видно что это однородный помет у него должно быть вот тут вот беленький и все дальше пишу помет він таки держится кучки на все нормально поноса такого режу у нас не мое если рыжий помет значит у вас птица чимось отравлена если я бачу в себе тут значить в помете вот такие черни вот штучки и вот видно вот така черна наша перепелочка переела мясокосной значит большинство и попалась мясокосной мясокосной именно моего производства жирноватенько да жирноватенько мини мясни петушки у нас ишли отбивалась мясокосной им корм все цей корм отличный винный жидкий винный тече вин на поддонах находится вот в кучке держится все такие вы бачите цвет ну цвет тут видно что вин зеленоватый винный черный винный коричневый вин зеленоватый и сейчас я вам покажу покажу что кушают мои перепелочки вот я вот чашечку набрала вот так наверное стать как вам будет видно на ваших монетах даже я не знаю так будет мутновато так вот стану так вот вот так выглядит корм почему помет зеленоватый значит было больше количество травяной муки в корме вот так выглядит корм перепелов также выглядит и корм курям и цыплятам зимний период времени то есть когда они у нас не пасутся точно таким же самым кормом я кормлю и курей если сейчас лито или есть позволяет погода выпасаться нашим курочкам значит тут иде в я не даю травяную муку не даю травяную муку если вас интересует где я беру травяную муку вы можете зайти до меня на ютуб канал називаются ютуб канал хитручкин двор плейлист корма комбикорма я ки их делаю ну и также ценовички а кто уже работает с перепелами ну вам возможно будет интересно почему и у елены такие-то куры курочки то есть перепелочки и по всем вопросам которые вы мне задаете в телефонном режиме я могу вам показать даже было и по помету и я вам говорила ну цих видео по про помету вообще не было у меня если есть вопросы я вам показую корм даётся перепелам только сухий не мочится не парится не какие там кухонные отходы это вам не поросят а вы их потравить и даже можно и даже капитально все потравить и пиду я вам сейчас и покажу что все таки я делаю всего помета ну это у меня была такая идейка я думала и вообще нет снимать меня не было пару видео я их удалила ну думаю возможно это кому-то так скажу ну что там она там выдумывает вечно цель лена вечно всякую ерунду выдумывает но было видео у моей коллеги елена блажко она сама житель одессы сын у ней и делал вот такие кулибинские изобретения кулибинские изобретения знаешь тут у меня рабочий процесс замес замес глины вот глина замачивается водой добавляется солома и обмастивается у меня то есть ремонтируется помещение но не перепели не там куричи и будь-якие помещения я ремонтирую первоначально глина соломы потом глина с конским кизяком и уже идет по белка вот знаете як раньше жили бабушки дедушки какие и сейчас они живут и им по 80 по 90 лет вот экологически чистых домах и сейчас тоже вот вы меня бачите стоять на такой железяки стоять на такой железяки чтобы вы могли подумать чтобы вы могли подумать конечно ярко сильно сонце отражение но я вот такие штучки вам покажу они у нас уже сухенькие и тверденькие и кто смекалистый уже отгадался ой догадался да смекалистый кто догадался шо це таке вот я постукаю щас тверденький тверденький ну я назву я думаю це видео биотопливу биотопливу это у нас сделаны вот такие вот как бы сказать нельзя сказать хлебцы но я знаю бомбочки угольки як вы хотите так можно назвать сделано биотопливо то есть уголь ну раньше мама моя говорила что говорили на них кирпичики делали форму такусь кирпичка есть мина ця форма но вона мне большая получается делала я вот такими я говорится лепешками что состоит вот это вот лепешка цели пешка состоит у нас из соломы якой у нас в изобилии вот купила сто тюків соломы боже что можно теки знаю на творить можно и подстилку курям кидать можно и кроликом в яких в лотки де вони ходят в туалет бросать солому можно использовать везде так же само и делать мастить помещение и так же сами и в мене багато осталось наверно тюків двадцать прошлого года и надо использовать так как я в цем году восемнадцатом опять же закупила солому но я взяла шестьдесят тюків потому что мне это много много мне надо мешая разводить значит тут у нас солома тут у нас находится як вы думали а як вы думали конечно же тут находится у нас перепелиный навоз перепелиный навоз и сделала я микс добавила кролячий кроликів вот эти шарики вот такие вот такие шарики маленькие кроличий и у меня оставалось десь ведра два конского кизяка мне не надо было пока мастить потому что не было это место и я забабахала все это перемешалось вот есть у меня для этого дела я вам уже рассказывала и показывала а кто есть новым зрителям сапка так а сапкой все перемешивается водичка перемешивается в нас стоит стоит в этом кориде опять перемешали потому что перепелиный помет быстро размыкает а кроличи какашки не очень и потом уже берем мастерок мастерок такий есть на ручки с обшлёпывать помещение на это мне показать вам ну воно может вами не понадобится и вот таким мастерком значит станется солома и тим мастерком таки хлёб-хлёб об солому хлёб-хлёб обволочив то есть тудим-сюдим и вот такие вам угольки готовы все конечно у леночки блажко сын сделал таки в виде пресса в трубу он там ложил внизу заслонка ложил с верху прессом прижимал заслонка открылась внизу бух выпила раз в сторону ну тоже можно было бы сделать возможно если если мне это понадобится а лес сам факт интересно что у меня в доме нема плитки нема котла на твердо топлива я пользуюсь газом и у меня не в одном помещении не стоять печки не в одном вот такие угольки получается я сделала потому что я раньше хотела и так сейчас сильно жара у нас в августе месяце сша в июлі начинала делать я це все забарикадировала и как мама моя рассказывала в ней в селах брали слажала но они у них просто кирпичками таки були в печь конечно для печи надо чтобы жар хорошо держав и они кирпичики мы его так сложили потом вокруг цей вот я вам покажу как у меня стоит лампач да таки лампач я взяла в мотала в клейонку чтобы не мочилась в случае дождя а раньше в селах ну это я знаю 50 и года такого не было и какой-то там из клейонок то далее и тому подобное ставились вот так палички от подсолнечника палички и все обмазывалась мазанкой то есть мазанка это у нас глина солома и возможно там кизяк надо маме спрашивать и все и такие кучки в них остались чем они там дальше накрывали ну это у меня лампач для постройки помещения снаружи ракушняк внутри у нас лампач все у нас делается для теплосбережения и экологические дома без никаких стекловат как бы вам сказать ну без современного этого я отходил от него потому что оно не работает это все сырость потом и все так далее и тому подобное у меня помещение между прочим перепилятники тоже стоять ракушняк внутри лампач и я вам если будет интересно я покажу как делаю я снизу именно постройку самого дома от фундамента фундамент то я сама выставляю так но уже помещение строим мы сами вот и як я делаю чтобы у нас не крысы не миши вообще не не приживались даже в том помещении если вам будет цей интересно елена отсниме вам видео ну вот и складываются эти лампачки обмастиваются и потом а раньше же зимы были крепкие снега были вот значит бабушка моя лида ой бабушка моя оля мы дочку тоже назвали в честь моей бабушки по маминой стороне ветки линии так далее тому подобное по родословной и мама мне так рассказала что брали вот такие угольки и и топили печи хворост виноградники держали лазы как держали выращивали виноградники не зря у моей мамы фамелія ротор и у меня пишется в одноклассниках хитрук елена садовская ротор садовская это папина ротор это мамина а хитрук это уже приобретено по как говорится по жизни по любви это уже у меня хитрук так ну вот я с вами поделилась я с вами поделилась положительно и яка две стороны выращивать перепелов а также если не интересно вам тема про то что я показала именно вот эти угольки для отопления есть аквариант и я ним пользуюсь делаю такую компостную кучу потому что я читала именно спрашивают куда же вы одеваете столько навоза я вам показываю вот такую компостную кучу где участвуют помет курячий кролячий перепелиный вот и также у нас все отходы с огорода все участвует тут у нас бродить и мы потом же через два года два три года смотря как это все перегнивает как это у нас все работает мы это вносим потом органика это называется органическое удобрение яке вносится нам то есть мне на огород и все конечно росте бурьян прекрасно и от такой органики хиба бурьяни не будут расти бурьяни будут расти и также все что вирощено у моего на огорода без никакой химии без никаких селитр так далее и тому подобное химических удобрений не используем и ведем здоровый образ жизни и придерживаемся для того чтобы у нас все было клюва тут у нас уже навоз перегнивший який буде вноситься в цьому году в з ну то есть на огород на участок наши петушки вилезли прохладновато вот так виглядить цей сипець вот так виглядить цей сипець цей сипець мы будем нас вносить ну считайте шо як удобрение то что вы в мешках покупаете да для цветов черного серого цвета вот такого а мини мясные петушки наши откармливаются як откармливаются эти петушки які будуть на мясо вот они отделены и сами бегают тут гуляют шо хочуть едят хочу пицкирдой там сплять но они не залазят пицкирду вот вон и у мана там буряках буряках петухи вот так в общем на вольных хлебах наши петушки мини мясни и мясо з них бесподобное побежали побежали все начинают убегать лена вас тут побеспокоила да петушки наши мини мясные палевые це все дело в браке це бракове петушки які для работы не годяться чиститься перышки чистить все всем пока спасибо за внимание коротенького видео не получилось и не ожидайте если вы хочете информативно видео коротенькими никогда не будуть все пока